Куда катятся наши дети, проверили инспекторы. В Екатеринбурге они насчитали 30 ледовых горок, что ведут прямиком на проезжую часть. Те, кто выбирает опасные развлечения, признаются, что здесь острых ощущений больше. Но благодаря щебенке родители теперь могут быть спокойны за своих чад. На операции «Горка» побывала Юлия Анашкина. Вслед за ребятней закричать готовые родители. Только не от восторга, а от страха за детей. Ведь они катятся прямо под колеса автомобилей. Горка выходит прямо на проезжую часть, прямо, можно сказать, под машину. Моя дочь здесь катается, и я боюсь за ее жизни, что она может попасть под машину. Они же не смотрят, куда едут. Однако играть, в том числе и на нервах взрослых, в другом месте школьники не хотят. Выбирают острые ощущения. Вот дворе маленькие горки, а здесь большая. И мне здесь нравится кататься. Впрочем, стихийные горки еще не самое страшное, говорят автоинспекторы. Куда опаснее скаты с мостов, которые дети каждую зиму используют для развлечений. Движение машин здесь очень оживленное. Для меня, как для водителя, да, это тоже ситуация. Очень тяжелая, можно не успеть вовремя среагировать. Ребенок, дорога, машина – это очень опасно. Опасных снежных аттракционов в городе инспекторы насчитали три десятка. Теперь они будут тормозить детвору. Инспекторы дорожного надзора обследуют уличную дорожную сеть вблизи школ, детских садов и выявляют опасные скаты, горки, наледи, которые выходят на проезжую часть. По факту, данных нарушений составляется предписание на устранение, которое передается коммунальным организациям, обслуживающим данный участок. Оградить ребят от опасности можно не везде. Поэтому большинство горок посыпают мелким щебнем. Однако местные жители называют эту затею бесполезной. Засыпали они, с одной стороны, для детей, чтобы не катались. Люди будут ходить. Тут же проезжая часть. Люди уходят и падают сюда. Или перекопать надо, или что-то надо делать. Поэтому следить за тем, куда катятся дети, прежде всего должны взрослые. Родители должны быть в курсе, как развлекаются их чада. Об опасных покатушках чужих прохожим следует сообщать полицию и коммунальщикам. Юлия Анашкина, Влад Кулбаев, Новости 41-го канала.